Анатолий Александрович, а можно ли назвать самую легкую зависимость? Зависимость нельзя делить на легкие и тяжелые. Некоторые считают, что самое тяжелое – это зависимость к наркотикам. И даже среди большого перечня психоактивных веществ выделяют те группы наркотиков, которых называют тяжелыми, и те группы наркотиков, которые называют легкими. Но по сути это не совсем корректно, потому что иногда от тяжелых наркотиков человек может освободиться даже быстрее, чем от легких. Потому что вред от легких наркотиков в процессе употребления не осознается. И последствия от этого употребления наступают только через 10-15 лет. И все эти 10-15 лет человек травит себя. Поэтому здесь говорить, какой наркотик легче, какой тяжелее нельзя. Так же и с другими зависимостями. Многие ученые говорят, что пристрастие к табаку по силе равняется пристрастиям к тяжелым наркотикам. У многих зависимость к тому же перееданию является зависимостью очень актуальной, и от которых они не могут избавиться иногда до конца жизни. Фактически на подсознательном уровне, иногда даже неосознанно, человек в процессе своей жизнедеятельности приобретает ту или иную болезненную зависимость. И она по-своему тяжела. Если говорить об алкогольной зависимости, вот правда ли, что алкоголь связан с центром удовольствия? И вот что ученые говорят по этому поводу? Не только алкоголь, но и наркотики связаны с центром удовольствия. И употребление табака связано с центром удовольствия. Центр удовольствия играет основную, базовую, доминирующую роль в процессе становления заболевания. У нас эволюционно развитие нашего организма складывалось так, что в процессе нашей жизнедеятельности, нашего общения с природой, с питанием, с окружающей обстановкой у нас на эволюционном уровне сформировались эти рецепторы. У нас есть рецепторы, то есть те определенные структуры в мозге, которые ответственны за прием опия. У нас есть те структуры, которые ответственны за прием и вызывающие удовольствие от приема алкоголя. У нас есть структуры, никотиновые рецепторы, которые ответственны за прием никотина. Поэтому в каждом человеке есть те центры удовольствия, которые фактически являются доминирующими и основными в развитии и становлении различных болезней химической активности. Вот есть теория, что выпивает, человек достигает определенной точки, так называемой точки Розанова, правильно говорю? То есть, когда человек начинает чувствовать увеселение, ему хорошо, здорово, весело, а потом резко становится грустно. Вот почему такие эмоциональные переходы резкие? Это зависит от алкогольной интоксикации. Это зависит от уровня содержания алкоголя в нашем организме, в нашей крови. То есть нужно вовремя остановиться в этой точке Розанова? Вы знаете, вовремя остановиться здесь очень проблемно. Если человек испытывает эйфорию, у него нет никакой мотивации для того, чтобы остановиться. Ему хочется, наоборот, продолжить это, и эту эйфорию, это комфортное психическое состояние еще больше усилить. Поэтому здесь вопрос стоит, как правило, о контроле над употреблением алкоголя. И этот контроль, к сожалению, многим лицам он практически недоступен. Какие критерии вы определяете в алкогольной зависимости? Мы делим, как и многие болезни химической зависимости, на стадии. Если человек только-только начал употреблять, и у него, мы видим, эпизодическое употребление, мы пытаемся еще на этой стадии ему сказать, что это может закончиться плачевно для вас. Эпизодическое употребление может перерасти в бытовое пьянство. Когда человек еще не алкоголик, когда он сохранен как личность, полностью ядро личности сохранено, социальные связи сохранены, семья, положение, трудоустройство, но он уже на бытовом уровне является лицом, который неравнодушен к алкоголю, и у него уже на этом уровне формируется психическая зависимость, воспоминания о алкоголе как о благе, определенные мысли, желание повторить еще раз, желание предвкушения очередного праздника либо дня рождения. И потом незаметно для него эта бытовая форма употребления, она начинает перерасти, перерастать в форму заболевания. Да, вот если человек, допустим, не пьет запоем, а выпивает один раз в неделю по пятницам, вот можно ли стать алкогольно зависимым в таком случае? Если человек выпивает один раз в неделю по пятницам, можно сказать, что у него бытовая форма употребления, которая связана либо с определенными традициями, либо с какой-то формирующейся привычкой. И здесь много факторов, которые влияют на то, перейдет ли эта бытовая форма в болезненную, либо она не перейдет. Да, вот сколько лет нужно пить по пятницам, чтобы стать алкогольно зависимым? У всех по-разному, и у женщин, и у мужчин. И это зависит от черт личности, это зависит от характера, это зависит от психофизиологической конструкции личности. Если взять, например, женщин, то употребление по пятницам у них довольно быстро, иногда в течение 3-5 лет, приводит к болезни химической зависимости, приводит уже к алкоголизму. У мужчин такая форма может продлиться намного дольше. Если у человека довольно стойкий тип нервной деятельности, устойчивый, функционально устойчивый, то тогда такое бытовое употребление также может продлиться годами, и 5, и 10 лет. Но независимо от типа деятельности, и независимо от разности в поле по гендерному типу, бытовое употребление, как правило, рано или поздно, через 10, через 15 или более лет, чаще всего переходит в болезненные формы. И мы наблюдаем формирование алкоголизма иногда и после 30, и после 40, и даже после 50 лет. Правда ли, что алкоголизм – это больше не мужская болезнь? И верен ли тот миф, что женский алкоголизм не лечится? То, что женский алкоголизм не лечится – это миф, вы правильно сказали. Но то, что он лечится намного труднее и намного дольше – это правда. Это современные ученые объясняют, современные концепции научные объясняют это тем, что, как правило, у женщин алкоголизм вторичен. То есть он фактически накладывается на уже какое-то имеющееся заболевание, либо уже имеющее какое-то расстройство личности, либо поведение, либо он накладывается на какое-то пограничное состояние, например, какие-то невротические расстройства. Поэтому, когда приходит женщина, и мы видим, что ставим диагноз, что у нее алкоголизм, мы всегда смотрим, мы всегда ищем второй диагноз. Мы так их и называем, это пациенты с двойным диагнозом. Это что касается женщин, надо помнить еще, что женщины, все-таки они эмоционально более подвижны, и по своей психофизиологической структуре они более уязвимы. Поэтому, конечно же, женская зависимость лечится очень трудно. Анатолий Александрович, вот некоторые врачи говорят, что полезно вечером выпивать один-два бокала красного сухого вина для здоровья. Вот вы, как врач-нарколог, что скажете по этому поводу? Я вам скажу так, что есть определенные традиции и ритуалы в разных странах свои. И существуют европейские страны, где традиционно выпивают один или два бокала сухого вина. Это Италия, это Франция. И такое употребление не приводит к развитию болезни. Что касается нашей страны, у нас нет этого в традиции, у нас нет этого в ритуале, у нас нет такого, чтобы человек выпивал только сухое вино по одному бокальчику, независимо от того, в какое время. Как правило, наши традиции и наши ритуалы обязывают фактически пациента к тому, чтобы употребить после сухого вина еще более крепкие спиртные напитки. И водка, и коньяк, и пиво, и все, что угодно. Поэтому у нас таких форм зависимости, которые наблюдаются просто от употребления сухого вина, их очень-очень мало. Их практически не существует. И это еще раз говорю, это связано с нашими национальными социальными особенностями. Спасибо вам большое за беседу. Мы желаем успехов, удачи в вашей работе. Терезрители напоминают, что в гостях у нас сегодня был врач-нарколог Анатолий Воронков. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!